Грибы да перловка, казалось бы, два несочетаемых ингредиента, но не тут-то было. Такое мнение ошибочно, и этот суп, прекрасное тому доказательство, суп хорошо подходит для диеты диабетиков. У меня как, наверное, и у многих грибной суп с перловкой ассоциируется с детством, прекрасные воспоминания, как мама или бабушка готовила этот легкий, горячий суп в зимние холодные деньки, нет ничего приятнее этих мыслей, так почему бы не побаловаться ностальгией и не приготовить грибной суп с перловкой в домашних условиях, предлагаю заняться этим немедля. Простой рецепт грибного супа с перловкой, вам в помощь. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Заранее необходимо отварить перловку до полуготовности. Отваренную до полуготовности перловку нужно процедить. Грибы помыть и мелко нарезать, лук почистить и нарезать на четверть кольца. Обжарить лук и грибы до мягкости на сковороде. Подписывайтесь и ставьте лайки. Тем временем натереть свежую очищенную морковь. Почистить и нарезать картофель. Доводим до кипения кастрюлю с водой, кладем в нее морковь, варим 7-8 минут. Затем добавляем в кастрюлю картофель и перловку, варим еще 10 минут. Затем добавляем обжаренные грибы с луком. Добавляем соль и специи. Чеснок чистим и мелко рубим. Сразу вслед за грибами и специями добавляем чеснок в суп, даем супу еще раз закипеть, после чего выключаем плиту, накрываем крышкой и даем супу настояться 10 минут. Подавать горячим со сметаной, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки! Ингредиенты Вода 1-5 литра, морковка 1 штука, лук 1 штука, шампиньоны 500 грамм, картошка 4 штуки, перловка 2 столовые ложки, чеснок 2 зубчика, соль, по вкусу, специи, по вкусу, количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки! Всем добра, заходите еще! Субтитры сделал DimaTorzok